День, новый, доллар, странный научный эксперимент? Это не научный эксперимент, это логический тест. Чувак, в моей голове проделали провода, думаю, это вполне может назвать странным научным экспериментом. Логично. Давай по готовности. Значит, хочешь, чтобы я снова выбирал символы? Так же, как в прошлый раз. Видишь, вопрос, нажимаешь кнопку. Ладно, поехали. Ребята, мы снова продолжаем игру. И что? И чё? Ну и? Ну? Как ты себя чувствуешь? Непонятно. Ты меня слышишь? Как ты себя чувствуешь? Что мы здесь делаем? Мы здесь делаем... Просто представляешь, что не в курсе. Чё говорит компьютер? Я пока не знаю. Нам надо снова прогнать данные. Ладно, я сужу этот взгляд. Расскажу больше, как только ты сможешь... Посможешь на экран, нажмёшь кнопку и нажмёшь кнопку одной из кнопок. Это ненормально. Мы уже говорили про протоязыки, о том, как он помогает тебе показать даром речи. Я изучаю, как работают твои даром речи, иногда инстинктивные используются протоязыком для обмена ментальных барьеров. Прокрективными, но уши проникают прямо в мозг. В твоих устах это звучит как только бецеремонное. Так и есть. Ты действуешь бецеремонно, грубо, благодаря тому, что это и становится таким невероятно интересным. И что ещё более интересно, это то, что у каждого аномального есть доступ к разным элементам протоязыка из-за того, что они выполнят разные способности. Мы знаем, что это и произошло из-за трансляции, но мы не понимаем, почему воспринячиво оказался лишь малый процент всего подвернутого воздействия населения. Ты когда-нибудь... Ты знаешь аномалов, которые обретали бы новые дар речи? Новые дар речи? Ты имеешь в виду после трансляции? Не думаю, что это возможно. Согласно нашим исследованиям. Возможно. Действие у меня было устройство, которое позволяло записывать эхо и обрабатывать запись, пока они получали некий странный напевт. А затем... Так я научился блокировать и провоцировать людей. Это если то, что ты говоришь, правда, то меняет всё. Это устройство было бы чрезвычайно ценным. Фактически оно работает, так и это описываешь. На вашей стране заплатят за это целое состояние. Мне приятно, что ты достаточно доверяешь мне, чтобы рассказать это. Но я счастлив, что ты у вас сейчас участвует в детек-тестах. Я приятно, что без денег осталось из-за компании. Прин, какие-то странные вот эти вот знаки. Больные, что ли? Ну, Пакс, когда закончим здесь, может быть, сходим и пропустим по стаканчику, или... Ты в порядке, Пакс? Пакс? Чё такое? Опа-на! Ты кто? Ну-ка, давай, раскрывай. Я знаю, это дерево. Я видел её раньше, без молвии. А теперь она мне снится. Но, полагаю, в этом есть и логика. Она шепчет. Что она говорит? Надо подойти поближе. Непонятно, что-то. Люди. Того. Все, что мы говорили, это логика. Взлезайся, доказательства. Добавляйся. Добавляйся. Ага, вот так. Так вот какой это сон. Проснись, овечки. Да, они убирают наших детей. Добавляйся. Добавляйся. По области. Сразу многим. Ты чё? Никому не доверяйте. Да. Теперь силу, да? Переменишь. Точнее, даруй. Что? Пиши. Дальше дремай. Граница Пасифики. В 3 километрах от Американской Республики. Воскресенье. 13 октября до 30-го года. 17.48. Пробежается к граничному... ...переходу. Мы что, шесть часов спали? Факс, ты спишь? Ты спишь? Мы уверены, что никто не выдал орденаж на арест? Скоро узнаем. Это обнадеживает. У беспилотных грызовиков постоянно бывают сбои с Ай. Я уверен, что копки считают, что это был просто несчастный случай. Приезжаем в пограничный пункт. Пасифики. Это робота? Что за? Хорошо, хорошо. А почему мы остановились? Автоматический пограничный контроль. И это обычная процедура. Ох, ребята. Что? Что? О, черт, 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 черт. Водитель. Может, тебе стоит начать везти? Да насрать, поехали уже. Ворота не откроются, пока не закончат сканирование. До тех пор, пока номер транспортного средства никак не замечен с ними. Мы должны их пропустить. Если мы проемем ворота, разве нас не догонят? Это летающие корабли. Паритане не могут преследовать нас на ничейной земле. Это было бы актом войны. Мы получили от власти постепенно разрешения свободного въезда. Серьезно? А, Аллах. Что значит, что мы свободны? Пока нет. Сначала нужно проехать через ничейную зону и пересечь границы республики. А Паритане могут преследовать за нами? Им нельзя появляться в республике. Как я и говорил, я сказал, что это было бы актом войны. Даже с территории формальной правосудии терпеть не может Паритан. Но разве пограничные республики не заинтересуют, что Панк Роу группы туристического автобуса последуют в летание? Возможно, они трактуют это в нашем поле. Скоро узнаем. Но для них мы просто группа. И совершаем турне. И вовсе не группа преступников, совершающих постепенно держать пробег. Ну-ка. Привет, на пейзаж. Это ничейная земля. На нарушители стреляют. Что? Они что, будут стрелять у нас? Мы ничего не нарушаем. Пока мы остаемся в автобусе, мы в безопасности. Так думаю. Мы въезжаем в Американскую республику. Добро пожаловать в Мордор. Собрать те хоббиты. Хе-хе. Отсылочка. Сообщение пограничного патруля правосудия от меня требуется остановить автобус. Проклятие. Это стандартная процедура. Давайте не дадим им повода задержать нас. Не забывайте, наша легенда. Мы панк-роу-группа. Едем на гастроли провинции. Ну все, нам хана. Блин. Тебе надо успокоить. Ты слишком какая-то дерганая. Здорово. Право на управление транспортом, средством. Правосудие. Правосудие военизированная федеральная полиция, основанная Джоном Ф. Кеннеди в 1964 году, после того, как была убита его жена Джеки. После трансляции правосудие ввело военное положение в Американской республике. И 30 лет спустя оно еще действует, составляя правосудие безнадзорным защитникам Американской республики. Передаю запрошенную информацию, сэр. Мне нужно говорить с человеком, а не с машиной. Добрый день, офицер. Четыре человека, один робот. Да ваши документы, пожалуйста. Паспорт, виза, пригласительное письмо. Пожалуйста. А что там было со скоплением корпоративных автомобилей? Вы как-то связаны с пуританами? Нет, нет, сэр. Я думаю, там было... Там своего рода пограничная инспекция. К нам это никакого отношения не имеет. А, цель вашего киеза республика, мы группа. Вы группа? Музыкальная. Мы играем панк-рок. У нас турне по провинциям. А, ага. Видите ли, эта поездка одобрит нас... Минуточку, сэр. Прошу всех покинуть автобус. В чем-то проблема? Живо! Ох ты. Ну, давай, двигаться надо. Че? Пять минут спустя? Предлагаю отнестись к этому как разогрева. Хоть никто не будет платить, чтобы нас посушить. Когда выйдем, к сожалению, во всем решении, прошедшее меня сюда. И что мы будем играть? Мы же даже не репетировали. Янцера было пару строк. На мотивчик, и мы лопали на этой неделе. Вообще ни слова не понимаю. Я вас жду. Ориентируйтесь на меня, ребята. Добро пожаловать на шоу. Прожекторы включены, и публика ждет. Попадите точно по всем нотам. Не прерывайте серию попаданий. И вы сами слушайте, как публика будет требовать еще... Ну да, надо бы, конечно... Чтоб балакали из США. Балакали. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать на наш канал. Но... неплохо. Это было... не ужасно. Наверное. Мы обычно разговаривали перед каждым бастертом. Вы ставили нас все ростов. Ну, неважно. Но в следующий раз играете что-нибудь другое. Жители Республики не любят смешивать развлечения с политикой. Как называется ваша группа? Мы... Польерожденные. Ну... неплохо. Ваше разрешение проезда действительно только в провинциях. И не более чем на 30 дней. Прочтите разрешение или пытаясь... Или передаясь в персеческой листы горы, будете арестованы. Угу. Теперь мы территория Американской Республики. Законы пассивки тут не действуют. Тщательно завешивайте каждый шаг. И каждое знакомство здесь повсюду девианты. Ну? Американская Республика. Старое шоссе 99С. Орегон. Провинция. В воскресенье 13 октября 30-го. 8-го. Не особо-то хорошо получилось, да? Для группы, которая не перетела даже несколько недель, я бы сказал, мы отыграли неплохо. Мы отправились. В следующий раз нужно выступать лучше. Но твой текст, Пакс. Мы слишком ли рисковали такое петь Республике? Ты вообще прислушиваешься к словам? Ты уверен, что Паритяне для нас не доберутся, Тео? Практически уверен. Может, Республика и небезопасна, но мы на территории правосудия. Но больше мы Паританию не увидим. Пасифика не пропустил бы через границу. Они оказали бы стояние горячего конфликта с Республикой. Ну что ж, ты можешь сказать, ты в этом эксперт. Ммм, можно будет поболтать и посмотреть. Все-таки что-то как-то. Так, можно будет выходить, поболтать. И проверить что-то как. Эй, эй, эй. Йоу, мааа. Нет, девчонка хороша прям вообще прям. Особенно внизу. Ужок и хороша. Ну и так. Смысливый ничего. Так, давайте поболтаем. Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке? Так, комикс. Писанализируем изложение вашего путешествия по данному моменту. Дорожная карта. Давайте еще раз посмотрим на ваш маршрут по Америке. Давай. Так. Ну что ж, пора сгонять на ваш маршрут. Мы едем из Пасифики. Ну что ж, пора сгонять на ваш маршрут. Так, через Орегон и Неваду. И у нас где-то за половину первое вступление. Новый Иерусалим, Юта. Там находится одна из тайных библиотек Сити. После этого отыграем еще концерт. И затем пересечем Скалистые горы. Попадаем в Болдер, Колорадо, где находится вторая библиотека. Затем на север. Через Южную Дакоту, Миннесоту. И в Чикаго. Где нам предстоит встретиться с вездным Тео. А оттуда, через Канаду и Аркадию, в Новую Шотландию. Ага. В Новую Шотландию. Почти шесть пятьсот километров по пустынным дорогам, местом, которым мы никогда не слышали, по поручению таинственного нанимателя. Не уверен, что это была бы хорошая идея, но тоже не без сомнения, когда речь идет о таких деньгах. Или возможность начать новую жизнь вдали от этого гиблого места. Это можно сказать, от Владика до... А здесь... Это... Ноуп. Здесь какая-то... Карта непонятная. Угу. Так, хорошо. Здесь посмотрим комиксы. Чего мы там видели? Чего не видели? А здесь все, что ли? Больше нету? Больше не собирается ничего пока что. Ну, играть прикольно. Музыкальная вот эта вот игра, это прикольно. Дай поболтаем с тобой. Только... Хорошим и не назовешь. Да здесь публики сойдет, но мы договорились до республики. А что ты читаешь? История Мерлин Марло. Кто это? Ты серьезно? Ты серьезно? Гос-Випак, кинозвезда, вторая жена Кеннеди, первая леди Америки, госпожа правосудия. Ты что, блин? Я стараюсь не вникать в историю правосудия. Даже не знаю, что на это ответить. Это же самая одна из самых значимых личностей 20 века. Она умерла? Умерла? Нет. Не в этом суть. Жива? Ей 104, и помирать она не собирается. А еще она потрясающе выглядит. Супер. Ну, создайся книга о старой белой женщине, православившейся тем, что была замужем старым мертвым мужиком. Я тебе ненавижу. Ты можешь выдохнуть. О, подруга, это было нечто. Мы, конечно, справились, но, черт, мы прошли под самым краем. Смотри, у меня руки дрожат. И это просто гребанное чё, чтобы не превратили статую прямо там. Но не превратились же. У нас есть... Все получилось. Мы в республике. Республика, стоп. А почему так мы радуемся этому? Потому что ты ту-ту. Что там рисуешь? Кто это? В смысле, кто это? Это же НО. Я просто шучу. Продолжай в том же НДУГе. И, может быть, когда не станешь профи. Ну, шучу. Продолжай, продолжай. У него баллончики для рисования есть. По два штуки, вон. Ну, ничего так. Нормально. Нормально. Да? Что да, я хотел... А кто мыть будет? Расслабляет, может быть? Музыка играет. Ну-ка, надо. Небольшой перерывчик. Переодеться. Давай что-нибудь другое. А что ты... Ну-ка. Белое? Не знаю. Ну, белое, да. Бам! Бам-бам-бам. А где... А куда делась моя футболочка? Что ты хотел? Что я хотел, ты не поймешь. Ты слишком далек. Он что-то танцует, да? Робот танцует. Робот танцует. Хочешь отследить изменение маршрута? Нет, не сейчас. Мы можем обсуждать все это после того, как доберемся до лагеря. Да что это угрожающе. Ну-ка. здравствуйте мим не видел меня где можно встать на стоянку мм я еще сообщу как только обнаружили покорящее место блин как же классно было раньше да ты малой ты едешь на автобусе и да бывает что надо было постоять да но интересно было посмотреть впереди и стоять возле водителя когда-то малой 10 например 8 там чем такое и ты мог и тебя еще например водитель мог посадить на переднее место здесь вот например здесь не здесь ход был а вот здесь например вход а здесь было с сидушка и она специально там для кондуктора или кого-то такого особенно вы туда да особо ты не попадешь запрещали а детишкам изи садись будь добр и такая это было как и прям кайфово размышлять о пасифике прощает пасифика месяца планирования наконец сделан дон диана сложно поверить что мы закончили со всем этим сколько времени ушло на проработку всех деталей и на деле мы по сути просто вошли пьюрити и вышли из нее всего две идиотки ошибки проведшие травмы включая небольшому порезу я бы сказала что нам повезло на самом деле это заслуга тео можно говорить о том чего угодно но он знает что делает он талантливый организатор теперь нам осталось только доставить груз в новую шотландию получать деньги и начать новую жизнь размышляйте все фиге я полагаю что мы ее больше не увидим я думал что буду участвовать чувствовать облегчение но вместо этого чувствую горькую радость пасифика называют странной возможности и я упустила их все хотя откровенно говоря у нас не было ни единого шанса беженки и аномалка не сумевшая закончить школу мы выживали единственный способ который могли уберяясь за всякие сомнительные работы и проворачивая мелкие аферы зато пасифики могли быть невидимками слиться с толпой республике это будет намного сложнее ну что ж мы наконец вернулись не могу сказать что я не ждал этого просто полагала что это продает наручников когда меня изгонят с пасифики точно также как изгнали из дома но видимо знали что в конце концов я еду сама стоит лишь сделать мою жизнь долго достаточно не высадим и жду недождущих возможности показать себе виды все эти заброшенные заводы увиденные за эксплуатации заправки и закрытые кафешки ветшайшие дороги на котором колесят рогатые гонщики а еще если повезет мы сможем близко познакомиться с тиранией правосудия поэтому что что ничто не демонстрирует республику лучше чем фашисты с ним так что пока это не получилось наслаждаемся видом дальше будет только хуже везде они есть эти фашисты поганые что мы чтобы их как тараканов давить 16 лет вот столько прошло половина жизни а ведь будто только вчера уехала уверена там ничего не изменилось разве что мамы розы больше нет не волнуйся мы там не останемся заберем сестру и еще кое-что что может быть нашим выигрышным миллионным лотерейным билетом у нет я пока никому не сказала потому что они мне все равно не поверят так что придется им показать я думаю прикольно будет болтать и поиграть вместе с ними да удивительно как ты сохранил хладнокровие время досмотра это потому что он опытный агент я не тайный агент тайный агент так и бы ответил холоден как лед наверное его что сотни людей я никого не убивал ага точно конечно тайный агент ты вот и знал что мэрлин все еще приходит на 8 километров каждый не откуда мне это знать раз ты не мандра меня монофак нет показалось что не нравится леди правосудия даже не представляешь насколько мало меня он марлин марло ну и ладно и сайт ты знала что не знала что знать не хочу похоже тебе оббывателя и пакс забудь ну да я у а что здесь и нам сиди спокойно пытаюсь запечатлеть твой суть оставь мне суть в покое я пытаюсь тебя нарисовать о класс можно посмотреть нет пока нет позже я хочу копию обожаю твои рисунки я пытаюсь загладить свою вину за то что вела себя в машине как настоящая . но для этого тебя у нас сидеть спокойно иначе ничего не получится обязательно покажи мой подбородок это произведение искусства угу и но но нормально и так а здесь чем а здесь не надо ничего просто посмотреть ну ладно просто рефлексировать так нам тогда получается по карте да тут ура-тур-тур тут 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 все пошло совсем не по плану ну и все двигаем тогда а как здесь двигаться а ну вот первая остановка республики наш лагерь для наш лего тут должно быть безопасно и удобно двигаемся блин автобус классный где все хотела мить такой согласно знаком скоро будет стоянка а кофейня будет из танка для автокемпинга но они набережная сан-франсикса как только станет на юнку приступлю к предавлению жена я займусь костром а я буду наблюдать это моя работа блин прикольно готовка где-нибудь аккуратно на местах республика лагере рок-рэбит орегон провинции в воскресенье 13 октября 30 года должна тебя должны т.о. должное это какой-то примитивно простовато уютно вот правильно слова тут уютно согласен разве простовато не то же самое прим что примитивно простовато это романтично а примитивно это скорбительно примитивно это сексуально простовато берлога твоего папаша говорю вам правильное слово уютно уютно слово в удобных носках что такое берлога о тео сколько многого я могу тебя научить учитывая наше сегодняшнее выступление предлагаю поработать над первой первой парой песен помните послезавтра или выступление pit full hell кажется пакс пишет новый материал может попробуем его пахнет так вкусно и не знаю как вы я умираю от голода блин сосиски на на палочке как мне узнать что моя сосиска готова местные называют хот-догами а я предпочитаю сосиски а мы а мы знаем что смешно я не понимаю просто это простой наивный мужчина да блин это лучше способ определить и до готового сосиска воспользуется ртом логично это была пошлая штука да ты что столько что пошло пошутил понятиями о чем вы говорите и робот это сосиска соляльная у меня записаны все пищевые ограничения иди доги сделаны из мяса индейки ух ты нифига себе главное что это не свинина что какая разница свинина птица подумать только у меня на сегодня был забронирован столик на лучшее суши ресторане сопротивляет к у тебя был забронирован столик ресторане при том что тебе было известно что мы уедем люблю когда есть альтернативные варианты альтернатива значит броню ресторане на сегодня в лучшем суши ресторане города даты невероятно спасибо жареные грибы и свинина всегда на которых пожалуйста остановлю на сосисках быть очень очень будешь жаль и заткнись грибы тоже прикольный кстати ничего не понимаете уже красиво где-то нам робот по надкусывали сосиски на съедать их полностью топа где ему и спать под открытым небом я не хочу проснуться 4 утра с белкой на лице стоп а где мы будем так это в автобусе это безопасно еще один банк монтаскалистов анархистов не волнуйся из-за банк бейкеров в этом регионе нет рогатых гонщиков ты и робот стоит на страже о чем хорошо защищает у нас есть сморса у нас что есть не очень поддерживает его но что за сморса что это сморса закуска представляешь собой маршмеллоу из соленых крекеров как правило поджаривающих на костре хорошо прощение это было неуместное пояснение вовсе нет это именно то что он сказал он сказала она робот какого-то рода я робот у меня нет определенного рода это прекрасно стоп как делать эти сморсы да просто на палку берешь маршмеллоу на занесешь на палочку пожариваешь и помещаешь между двумя крекерами получается соленый сэндвич крекеров с маршмеллоу да да звучит ужасно да ты просто не пользу не пробовал и снова поддерживает его судя по описанию это ужасно вам что нравится ненавидеть все что я люблю да еще как до вопроса не пробовали это ничего тут бренд нормально это вкусно так что у нас храпит понятия храплю я или нет я никто никто не говорю храпишь ты или нет я больше десяти лет ни с кем не жил откуда мне знать разве тебя не было оставшись на ночь гостей я работал много работал что никогда и себе и могли я бы не выспался ого кажется наш мальчик наконец и закрепощается словно смотришь на старые корявые корявое дерево рассветающие по весне очень эротично тихо он из-за тебя покраснел и как по-твоему все прошло то его о чем ты говоришь об ужине кража как бы ты оценил и могу не надо по крайней мере сейчас у меня честно говоря небольшой опыт в кражах это был мой первый раз что ты не знал об этом так вот вот детственник мне так казалось что ты опытный мужчина никогда в жизни не совершал преступлений до сегодняшнего дня ну конечно это это правда и я согласился на этот только потому что что неважно 10 лет моей жизни прошедшие вот к этому и я не планирую повторять этот опыт я в шоке мне был уверен что мы в руках профессионала теперь выясняется что это же просто любитель не знаю что сказать дружище такое ощущение что весь мир перернулся с ног на голову и боли хорош все поговорили стоять что случилось ничего просто хотела поботать но если ты занята просто решила поразмять ноги слишком долго сидела если хочешь о чем-то поговорить да нет разминаю ноги я не буду здесь со своими унылые сосиской вмешаться ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха сосиска опор валяется блин присядешь сообщите если понадобится дополнительная еда Неплохой хавчик, молодец. Я рад, что он был неплохим и использовал свежие индигренты. Раз мы затронули тему отзывов, ваше выступление было приемлемо, но мы как раз не попали в ноты, не всегда удерживали ритм. Ммм, спасибо. Отмечен? Всегда, пожалуйста, Пакс. Могу ли поинтересоваться, почему вы так враждебно относитесь к роботам? Конечно, если не хотите говорить, я это понимаю. Это не личное. Если кто-то из роботов навредил вам, важно у вас. Нет, это не столь банально. Прости, да я... Там, где я выросла, технологии были им в почете, а роботы были табу. Вы состояли в рядах антипримитивств и очень религиозных. Программа не конкретных проблем не тебе, а проблема в том, что ты робот. На них действуют дары речи. Как я уже говорил, ничего личного. Если честно, вот что меня самом деле беспокоит. Мы не можем воодействовать на роботов. Если как-то проблему, да, решить его, ну, то есть, если что, будет ситуация какая-то, да, он сам по себе, а это плохо. Ты сегодня будешь охранить автобус. При первых признаках проблем я оповещу. Заложенная во мне программа запрещает применять физическое насилие. А сон тебе нужен? Ты подготовил автобус ко сну? Я достал подушки и пледы, выключил свет, автобус подготовлен к ночи. Сколько еще осталось до места назначения? Если мы отправимся первыми лучами солнца, мы окажемся на указанном новыми координатами в середине утра. Нас разделяет все уже несколько часов пути. Так, хорошо. Закончить программу? Да, Мэн. Так, чего у нас здесь? Огонь завораживает. Согласен, костер эта тема и очень-очень красиво. Как у тебя дела? Хороший вопрос. Сколько времени с саморефлексией? У меня не не было многих годов. Это почти неприлично. Если честно, я не договорил уезжать в Пасифике уже 10 лет и бываю дома вовсе почти два десятка. Просто по дому скучаю. Я не знаю, смогу ли еще назвать Гонконг домом, но ведь ничего другого все равно нет. Может быть, пора вернуться? Конечно, после того, как мы выполним задание, получим деньги. А как партнерство? Черт, мое ведь реальное посреди ничего. Интересно, если подумал, мои бизнес-партнеры видеть, они меня сейчас. Скорее всего, они подумают, что у меня окончательно поехала крыша. Я отправил психушку. Ставим голос, я слушаю сожалению. Я там, где хочу быть. И я выбираю быть с тобой. Ради этого с удовольствием прошу все остальное. Тебе это может понравиться. Это может... Что? Откуда у тебя это? Это же настоящий раритет. Во. Мужчинчик. У меня был этот выпуск. И его купил мой отец недолго до того, как уехал в Англию. Собственно, с этого началась моя коллекция. Все мои деньги уходили на покупки комиксов по всему Гонконгу. Мать терпеть этого не могла. Так что пришлось собирать свою коллекцию втайне от нее. Недавно мне пришлось продать этот выпуск вместо своей коллекции, чтобы покрыть некоторые финансовые потери. Кто бы мог подумать, что я выжищу еще один экземпляр первого выпуска правосудия во всех, пожалуй, самого непреднамеренного гомоэротического комикса. И это открыто все двери и целую новую вселенную. Это потрясающее. Спасибо. Что? Что? Так. Непонятно здесь сблизиться с чем. Спасибо еще раз, что была с нами. Мы с пассивкой встали друг с другом и... И что? Ничего, просто деньги. Остальное неважно. Хотя потерять тебя было бы невыносимо. И к тому же, что мы были делать пассивки в одиночка, а там у меня появилась возможность цельно уйти. Да я сейчас со своей командой. Ты мне ничего не должна. Это мое желание было. Ага. Ага, что? Я тоже ее не хочу тереть. Но это ничего не значит. Конечно, я знаю. Но здесь не поэтому. Зажигалка еще. Давайте. Что ты делаешь? Просто расслабляюсь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ладно. Так, ну все, лагерь. Первый раз. Начнешь в лагере. И правда, думаю, что могло бы получиться к моему желанию. Даже в детстве. Моретители не были большими любителями туризма. Да и Генков не особо знаменит местами для кембинга. В школе-интернат у меня были другие приоритеты. Похоже, лишь несомнительное удовольствие рассказать об этом. А надо ли отдавать зажигалку леди правосудию? Давайте отдадим. Это буквально написано твое имя. Леди правосудие. Даже сердце заколотилось. Так и думала, что тебе понравилось. Понравился, дорогая. Просто в восторге. Да еще такой идеальный момент. Мне только что пришло в голову. Это мои электронные сигареты остались дома. Поэтому мне нужны настоящие, вызывающие рак сигареты. Чтобы их зажигать. Знаешь, настоящий табак не просто так запрещен в Пасифике. Поэтому это государство нянек. Если я хочу медленно себя убивать, это моя проблема. А не их. Не знаю, как мне лезящее уйти. Представить, что хочешь идти в туалет, а затем просто растворить в ночи. Всегда безотказно работает. Хе-хе-хе. Ну да. А че здесь разговор так продолжать? Мы поговорили. Так, а подарить вкусняшку есть можно? Это мило. Так и есть. Прости меня за эгоизм. Я рада, что ты повидаешь со своей семьей. Даже не могу. Наверное, хреново чувствовал возле той истории с копом, туалетом, после этого Пакс. Все эти вещи, Пакс. Почему ты не можешь вернуться? Длинная история. Мой отец считает меня чудовищем. Моя мама... Он никогда не... Ему не перечит. Остальные родственники... Ну... Нет, это слишком. Я сейчас не хочу думать о моем преклоняющейся перед правосудием семье. Слушай, мы в республике. Ты можешь в этом поверить? Наша легенда сработала. Кстати, о том, что произошло. Не о полицейской машине. Хотя меня тоже лет десять будут мучить кошмары. Нет. Не о той истории с туалетом. Не займет моего времени. Просто нужно поговорить об этом с кем-то. Что такое? Мой кризис. Ты права. Мне нужно закаляться и не тратить слезы на людей, которые хотят нас буквально с мыслями уничтожить. Мы не можем себе позволить роскошь сомнений и внутреннего конфликта. Нам нужно выживать. Вот так. Вот что я чувствую. Мы можем поговорить о других вещах сейчас. Прости... Что я усилила травму. Нам нужно было уезжать. Я понимаю. Все нормально. Ну, давайте... Давайте еду ей дадим. Он там любит же. Слушай, как ты это попытаешь меня подкопить? А не собака, Пакс. Ты не можешь просто кинуть это лакомство. Я рассчитываю, что я буду хорошая себя ввести. Прости. Но я все равно это возьму. Идеальный перекус к поездке. Знаешь, до того, как мы встретились, все сжатки были моим любимым прикусом во время дальних смен на складе. Правда, на входе приходилось спрятать в обуви. Нам было запрещено приносить внутрь еду и закуски, необходимые для покупать их в сраных торговых томатов йо-йо. По безумно задранным ценам. Досколько вспоминаю. Всякая чушь, да? Угу. Прости, что не особо рассказывала о своем детстве. У всех есть раны, которые медленно заживают. И к тому же она сама не себя рассказывала о своем прошлом. Ну что ж, ты двойной агент правосудия? Да не шути ты о таком. Нет, я имею в виду, что всем нам пришлось пожить в низких шкафах. А на малые беженцы нам пришлось научиться всегда быть насторже. Ну ты скоро узнаешь все грязные тайны моего детства. Не терпится познакомиться с твоей мамой и сестрой. Даже не знаю, что я чувствую по этому поводу. Не слишком ты воодушевляйся. У нас непростые отношения. Не волнуйся. Я тебя прикрою, сеструха. Хе-хе. Ты выглядишь расслабленный. Это так круто. Я и раньше была в походах, но не долгих. Детствами каждую ночь проводили у гастро. Там навсегда жарен туфу и обязательно песни. Я не скучаю по всему этому. Хотя и не имею ничего против. Я чувствую тебя гораздо спокойнее со звездами под головой и сосиской в руках. Нет, не смей. Хе-хе-хе. Не шути. Да. Ты ходила в походы? Второй раз. Мой отец настаивал, что мы должны побывать на свежем воздухе и под открытым небом. Поэтому водил нас за город. Мама, естественно, этого терпеть не могла. А мой брат и я, знаешь, городские детишки. Привыкли к бетону и метро. Было очень волнительно увидеть лес и звезды. И еще проводить время вместе так, как нам никогда не удалось дома. Мои родители всегда были очень заняты, но во время этих походов нам не осталось ничего, кроме как быть семьей. Как же мне это нравилось. К сожалению, наши походы превратились, когда у нас возникли проблемы из-за порчи общественной собственности. После этого все изменилось. Прости. Дела давно минувшие дней. Забей. Не, все это природа объединяет, и это прекрасная ситуация. Жалеешь ты? О чем? Ну, знаешь, об этом. Об задании. Еще как. Одни сплошные сожаления. Но что еще оставалось? Продолжать дефривать из одного дерьмового столкновения к другому, едва сводя в конце концами. Я постоянно волнуюсь. Как же знать, что она мало? У тебя, по крайней мере, были такие аферы, и все, что могло дать голос в большие неприятности. Нет, я все-таки был сожалеет, но для меня это был способ выбраться. И это гораздо круче, чем быть по себе зомби. Грибная свобода или смерть сестра. Понятно. Я пойду. Потасуюсь. Давай, вперед. Будь душкой в компании. Стойте. Классная футболка. Она такая подходящая. Думаешь? Сто пудов. А под майкой еще лучше. Привет. Давай посидим. А что играешь? А, это просто импровизирую. Игра на гитаре позволяет мне расслабиться. Это как медитация. Надеюсь, это не помешает. Классно. Слушай, может быть, сделаем что-то вместе? Я не уверен, что это стоит. К тому же, ты сама пишешь песни. Им нужно больше. К тому же, если мы будем притворяться настоящей группой и выступать за деньги, почему бы не попробовать получить от этого удовольствие? Можно подумать. Мы бы не смогли посидеть границы без твоей сумасшедшей игры на гитаре. Мы неплохо выступили. И станем еще лучше. Я могу пригодиться, если ты позволишь. Держи меня в курсе дела. Из-за всех стараюсь понять вас, но... Что мне было сделать по-другому? Просто говори со мной. Я не преклонный. Я понимаю важность семьи. Ты прав. В следующий раз сначала с тобой поговорю. Больше всего меня беспокоит, что у них было время нас нагнать. Видимо, копы решили, что это был несчастный случай. Или они все это замяли. Замяли. Они? Последнее, что нужно Паританиям, это чтобы нас арестовали. А груз попал не в те в руки. И теперь это не важно. Паритане не могут доставить нас из республики. Здесь они враги народа, номер один. Ну... Точно. Номер два. Мне не беспокоит то, что произошло сегодня. Мы предали все это месте, и благодаря этому стали сильнее, как команда. Я тоже так думаю. Ну, давайте подарим бинго-колу. Это тебе. Где ты взяла ее? Кажется, ее составили из Мексики. Скорее всего, нелегальная. Хе-хе. Ее трудно достать. Она сделана используя настоящие тростникового сахара, а не того заменителя из водорослей, которые настраивают в Пасифике. Я думал, еще две вещи, которые я никогда не больше не попробую. Настоящий кофе и классическую бинго-колу. Видимо, ее можно вычеркивать из списка. Хе-хе. Я сохраню ее для особого случая. Спасибо, правда. Прикольно. Бутылочка прикольная вот эта вот сама по себе. Это можно сохранить и просто поставить как... Должна признаться, я очень была скептично настроена. Но это, правда, сработало. Скептично? Слушай, ну ты же инженер-программист. А такие обычно не слишком приспособлены к жизни на природе, однако ты здесь спокойно разбиваешь лагерь. Ты меня совсем не знаешь, Пакс. Я знаю, что ты отлично играешь на гитаре, что ты тайный агент загадочного прошлого, и еще тебе нравятся походы на природу. Таким темп через месяц я узнаю твои самые глубокие темные тайны. Ничто не сближает людей лучше, чем костер, особенно поджигателей. К слову, насчет того, что узнать друг друга получше. У тебя когда-нибудь остался в Пасифике? Кроме моих бывших нанимателей? Уверен, в Паритании будет меня не хватать. Они обожают проводить собеседование при увольнении. Используют разные структурные инструменты. Скорее всего, Возможно, в период так впечатлились твоим навыком суперагента, что поставили в очередь на повышение. Учитывая, насколько Паритания эсцентрична, я ничему не удивлюсь. Вся моя семья в... Где? Дома. Ни партнеров, ни питомцев, никаких зацепок. Долго же была афера. Десять лет работая под прикрытием Паритании. Десять лет. Да, мои самые долгие аферы длились не более десяти часов. Тем не менее, ты здесь. Так что даже не знаю, кого считать победителем. Если наша удачная полоса продолжится, мы все станем победителем. Если будем продерживаться план и проложена маршрута, нам не понадобится удача. Ну да. Полагаю, ты достаточно видел примеров применения моего голоса, что в ходе возникли вопросы. Ты причиняешь вред людям? Да, наверное, так и есть. Мои слова не очень приятны. Ну, так как... Ну, и голос снова может сглаживать острые углы. Или как Сайя, которая... Ее дары речи воздействуют на ее собственное тело. Я причиняю боль. Мне всегда приходится следить за тем, что я говорю. Потому что иначе я могу причинить вред. Что иногда, конечно, может быть полезно, но... Это требует дисциплины. Самоконтроля. Можно легко сорваться. Но тогда тебя поймают. Не повезло, поскольку я не очень хорошо в контролировании своих эмоций. Значит, нужно тебя не злить. Те не понравится, если я разозлюсь. А че за крюк? Насчет измерения маршрута. Я бы признателен, если бы ты перестал меня за это пилить. Кто сказал, что я перестал? Если бы ты прибил меня раньше, я мог бы сообщить о Новой Шотландии без изменения маршрута. Но знаешь, я понимаю, Пакс, семья – это главное. Ты не можешь просто позвонить? Все телефоны с публики просушиваются. Правосудие с них больше позвонить за границу, связаться с Новой Шотландией. И там в библиотеке можно лишь через сеть. Что это такое сеть? Ну, это сеть настоящих людей, древних компьютерных терминалов, соединяющих помощью линий телефонной связи, неиспользуемых радиочастот и даже физических носителей. Это то, что соединяет библиотеки и республики, Новой Шотландии, Ла Торо. Благодаря своей примитивности и архитичности они свободны от мониторинга. Власти не знают ее существования и не имеют возможности прослушивать. Однако, означает, что нам нужен терминал сети, чтобы отправить сообщение. Ух уж не так уж и много, а следующий находится в Солд Лейк. Сити? Да? Ну давай, идем. Ладно, пойду посмотрю, как дела у остальных. Так, давай репетировать. репетируем чуть-чуть так у нас вот ну ну вот эта песня которая была посмотрим что из этого выйдет бом-бом-бом-бомtit то-то Продолжение следует... Да, не очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Верно, это подготовлено, и в любой момент можете отправиться в спать. Окей... Просто пойдем... Но места здесь красивые, да... О, нифига, здесь можно посидеть... Подумать... Я забыл, насколько здесь спокойно... Долгое время я боялся тишины, боялся оставить в голове слишком много места для мыслей... Но сейчас... Все хорошо... Я могу расслабиться... Когда у тебя есть цель... Некая конечная точка, это успокаивает... Приятно уйти от остальных, и я не слишком привыкл к такому тесному взаимодействию... Это может пробыть во мне не самые лучшие качества... Пошел всего лишь день, но какое поразительно... Чего можно добиться, если сильно захотеть... Ограбление, отчаянный побег... Оставляя позади всю свою жизнь... Заставляет задаваться вопросом... Чем же я занимался те тысячи дней, которые пришли ранее? Звезд здесь просто невероятная... Луна, воздух, этот ветер... Запах леса, травы... Да... Я забыл, как сильно мне это не хватает... Нет, не забыла... Я заставила себя забыть... Оказываюсь, вспоминать об этом... Я скучаю по той девочке, которая когда-то была... То, что могла называть это место домом... Красиво... Луна... И еще светло... Не зря сюда пришли... Не зря... У нас здесь... Мусорка... Какой-то... Типа развилкового отдыха для... И... Сырок... Кому-то хочешь... Может позвонить... Нет... Видеофон... Прикольно, да... Как обычный телефон... Только... С... Экранчиком... Там написано спать... Туалит хочешь? Хочешь? Малая... Все, пойдем спать... Опять... Грязная посуда... А кто-то поможет... Будет это быть будет? Ну, все уже разложено... Все готово... Нормально... Ну, здесь, да... Пора на боковое, малыш... Да... Давай-давай... Ложись... Че ты сиди-то? Давай ложись... Нормально... И укрыться не забудь... И вы тоже... Потом... Так же... Хорошо... Спите... Будете... Мэм... Прошу прощения... Но вам надо проснуться... Кто? Это что, мотоциклы? Серьезно? Вы че, охренели там? Приползли? Кому-то по лицу надо... У нас гости... Кажется, они... Рогатые гонщики... Ох, они... Их нет в Регоне, да? Обычно не заезжают... Так далеко от запад... Но сегодня заехали... Где Сай? Не знаю... Я только проснулся... Ладно... Остаивайся... Здесь я разберусь... Пожалуйста, Мэм... Будьте осторожны... Они вооружены... И очень шумные... Уверен, с ним надо будет договориться... Ну, боюсь, здесь не будет... Разговора... Ну и че? Доброе утро! Мы приехали за автобусами... С всеми ценностями, которые у вас есть... Просто уходите и... Нет! И вряд ли... Нет! Зря гонщики! Бейте их! Что? Будешь атаковать... Девушку? Нет, нет... Вот, возьми... Ну, возьмем биту, давай... Нужно придерживаться... Низколько раундов... Прежде чем я смогу крикнуть... О чем ты? Увидишь... Давай... Еее... Ты слишком много болтаешь... Какого черта? Мои слова... Мое оружие... Ты хочешь, чтоб я продемонстрировал? Нанеся по нескольку ударам... Мы накопили силу... На особую атаку... Которую я называю... Крик... Помнишь те утверждения... Что слова... Наше оружие... Пора... Увидиться в этом деле... Давай крикнем... Мы... Готовы... Крикнуть... Проваливай... Убудить вас в 4 утра... Немного глупо... Раз... Конечно... Приехали из Грэйп... Может закончиться прямо сейчас... У нас... Не имею ввиду... У вас... Свой байк? Нет... Разве ты не имею ввиду... Вашего креда... Только я... Открытая дорога... Слушай... А ведь так и есть... Наше... В каждом байке... Ты ездишь... Хвостиком... Стрелкой... Ты знаешь... На заднем сиденье... Почему ты не столько не болтаешь... Этот трех... Держит меня в тонусе... Поскольку... Хороший прикид... Эээ... Правда... Будь круче... Наносить костюм... И ходить каждый день в офис... Верно? Если честно... А мы можем вот так вот сделать... Обоев... Бам... Свалите... Наш друг пал... Да он говна кусок... Это не просто... Да... Почти мы... Эм... Па-пам... Па-пам... До свидания... Пам-пам... Пам-пам... Лежать... Собакин... Чё там... Кто? Со щитом... Два... Так, пора поговорить о насмешках... Кстати! С их помощью... Мы можем сфокусировать... Атаку на одном враге... И нанесим много урона... Давай попробуем! Начинаем счики! Д视же! я хорошо слушай они будут отомщены я думаю предстоит простая работенка ограбление автобуса со стаи спящими автобус пассажирами оставить моих детей в покое да вот именно оставь нас ты хочешь получить ты сейчас получишь и да не трогайте моих друзей а ты не спешила я был занят а понятно давай покажем тем неудачник что способные в команде начал о проваливай ты хватил маш-маш-маш-маш-маши что миньонов своих в лицо и ба меня насто нету огонь 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 убирай фига нехило она получила как ты схватил меня о молодец она меня не работает когда я ладно ты победила давай наноси последний удар нокаут не считается давай воли отсюда ты слабачка однажды пожалеешь о своей ошибке ты проиграл уже все более сложные схватки с большим количеством врагов для опыта мини сложные схватки из меньше количества врагов для которых зарядут учащихся на сюжета ну чё подраться тоже интересно вот так и не стат не встава не вставай и хорошо мы прости всегда хотела ее сказать я правда не думал что рогатые гонщики гонщики заезд так далеко на запад видимо правосудие теряет контроль на провинции а это с этим тупицу все порядке смысле они конечно попытались нас убить но сломанные кости не изъявленное эго и переживут но большинство из них полететь почти 30 метров удариться стол дерева не очень полезно для спины очень сами напросились это хорошо так что тут было и откуда столько трупов и все проспала на комикс открыл сюда ну да неплохо мы сейчас будем получается у по призраки лагерь седар провинция рекон понедельник 14 колября но 949 мужа поездки до никто не поднимался и и ты давно тут здесь был последний раз 2014 нам указать написано держите подальше может стоит оставайтесь верят ли у нас есть оружие для роботы а у кого там только у кого есть там оружие и роботы что так резко становится что это заграждение тут недавно могло измениться за 16 начиная пожалуйста камп тут все ощущается иначе дело в атмосфере что-то не так ты права я тоже это чувствую есть здесь прохладно тебе не прохладно раз ты не захватила куртку пакс я порядке ребята вы слышите пение это был исправительный лагерь правосудия для детей лагерь седар звучит совершенно не видно я слышу очень крипово это liberty не знак указан лагерь седар этого лагерь седара прежде чем мы можем ходить пока дверь не открываются нам надо двигаться туда ребят давайте на этом остановимся в принципе было и по болтушке и аккуратнее и и было что-то такое милая до уютная из страны и где-то мы поиграли музыку да и посражались но на этом и не остановимся очень приятная игра и атмосферное что то есть свое такое вроде бы на волк и вроде поболтать и вот эти вот всякие из тела до режима игры ну давайте продолжим ее надеюсь ребятам понравится я ставлю как всегда на ю тубе и также на рутубе будет это все копии а потом уже будем смотреть что-то как еще где-либо спасибо большое за просмотр обнял поднял не забывайте подписываться и лайки всем пока